здравствуйте уважаемые зрители не так идет восьмой день режима чп ну что сказать потихоньку привыкаем к такому вот графику жизни все дома пойти некуда разве что за продуктами да в аптеку все деньги ушли на то чтобы запастись впрок развлечений кроме телевизора и интернета никаких вот правду говорят что человек ко всему привыкает даже к таким вот ограниченным условиям жизни главное чтобы они не затянулись все должно быть в меру есть конечно и в таком режиме своя прелесть в городах свободной дороги общественный транспорт практически пустой улицы обезлюдили воздух стал чище родители стали больше проводить времени с детьми больше всех в этой ситуации конечно же пострадал бизнес закрыли все магазины и трц однако сегодня стало известно что торговые комплексы все же будут открыты но только не в столице и алмате здесь напрашивается вопрос если всех призывают к изоляции то зачем открывать трц больше всего конечно же удивляет как мы отмечаем весенний праздник на урыс никак он превратился в тихий домашний между собой чик если честно такое на моей памяти впервые напоминает сцены из прошлого времен ссср старшее поколение конечно же помнит что на урыс при советском режиме был запрещен и его отмечали также в тихую сидя дома но ведь сейчас другое время другие причины и режим другой я имею ввиду режим чп сейчас в это нелегкое время когда многие сидят без работы и у населения нет денег помощь состоятельных людей и крупных организаций логично и очень кстати в западных странах эта помощь возведена в абсолют там все богатые люди и компании считают за честь помогать гражданам в таких вот трудных жизненных ситуациях ну а что же у нас есть есть и положительные примеры несколько наших крупных бизнесменов на борьбу с вирусом выделили по миллиарду согласитесь солидная сумма миллиард хоть и тенге но все же но есть и другие примеры которые вызывают определенные вопросы вот я в прошлой программе уже говорил что одна из крупнейших казахстанских добывающих компаний имея годовой оборот 6 миллиардов долларов на борьбу с вырусом выделила всего 100 миллионов тенге это где-то 200 тысяч долларов определенно этот благородный жест сделан не иначе как для галочки или вот банки приведу два примера один крупный банк заявил что он в нынешней ситуации выделяет 50 миллионов тенге ну разве это дело ведь когда банкам плохо и они тонут наше государство выделяет сотни миллиардов на их спасение выделяет из республиканского бюджета и национального фонда а это наши народные деньги а теперь когда нам плохо банки выделяют по 50 100 миллионов не серьезно как или вот другой пример в самом начале режима чипы руководство одного из крупнейших банков нашей страны заявила что банк на два месяца предоставляет отсрочку по выплате кредитов тем кто потерял работу слушайте до сейчас все без работы сидят почему бы всем не дать отсрочку на время режима чипы слабо это сделать как брать деньги с населения это пожалуйста как проявить благородство хотя бы временно этого не можем видать недоросли еще и да большой вопрос вызывает то как распределяются все эти деньги что бизнесмены организации жертвуют на преодоление нынешнего кризиса кто ими пользуются куда не деваются и что приобретается на них и еще вот о чем за всем этим шумом с коронавирусом мы как-то подзабыли одну важную дату ровно год назад наша столица была переименована из астаны в нур султан казахстанцы по-разному это восприняли да мы уже привыкли к тому что она уже не раз меняла свое имя но как бы мы ее не называли мы любим этот город потому что это столица о том сколько заболевших на этот час и где их выявили вы узнаете из новостей а под занавес вспомним что сегодня 23 марта а это значит праздник хоть и домашний но все же продолжается наурус кутберекя кельсин всего вам доброго и смотрите нас в социальных сетях и